Следователь гестапо снисходительно смотрел на партизанку, которую ему привели на допрос. Зина Портнова, молодая девушка с длинными черными косичками, мрачно осматривала комнату. Ничего в ней героического не было. Обычная, худая, невзрачная. Почему же тогда другие следователи не смогли ее разговорить? Хотя очевидно было, что к партизанке применяли насилие, по всему ее телу виднелись следы побоев. Теперь же Портнову привели к нему, капитану Краузе. Этот следователь отличался от других тем, что он старался не применять пыток, а создавал вокруг арестованного доверительную обстановку. Хмурые злые партизаны, которые не боялись истязаний, часто ломались от обычной вежливости. Краузе насыпал на стол перед девушкой горсть конфет и с улыбкой начал свой допрос, но партизанка молчала. Ничего не добился от нее следователь и на второй день, а на третий, во время допроса на столе перед капитаном, уже небрежно лежал пистолет парабеллум. Возможно, он показывал этим свое доверие, возможно, хотел уже надавить на Портнову, а возможно и сам расслабился, поверив в свой метод. Во время допроса зазвонил телефон. Когда же после разговора следователь повернулся к Портновой, то в его сторону глядело черное дуло пистолета. Раздался выстрел, и капитан упал замертво. Забежавший в комнату часовой тоже получил пулю, а Зина, разбив окно, выскочила на улицу и побежала в сторону леса. Зинаида Мартыновна Портнова, будущая подпольщица, партизанка и разведчица, родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье рабочего. Ее родители были родом из Витебской губернии и еще до революции переехали жить в Петроград. У Зины была младшая сестра, с которой они каждое лето отдыхали у бабушки в Белоруссии, в поселке Оболе Шумилинского района. Это недалеко от города Витебска. В 1941 году, когда Зинаида окончила 7 класс 385-й средней ленинградской школы, девочки также приехали на лето к своей бабушке, а 22 июня началась война. Грозная и могучая вражеская сила стала двигаться по землям Белоруссии. 28 июня пал Минск. 6 июля советские войска попытались контратаковать немцев в Витебской области, но в итоге 9 июля ими был потерян город Витебск. Бабушка Зинаиды Портновой попыталась эвакуировать девочек на восток, но прорвавшиеся вперед немецкие части остановили колонну беженцев и всем приказали вернуться назад по своим домам. Маленький городской поселок Оболь стал стратегическим для немцев. Река, железная дорога и близость к аэропорту определили военную судьбу белорусского городка. В Оболе всегда находился сильно укрепленный немецкий гарнизон, готовый в любую минуту принять бой. На оккупированных территориях немцы сразу же установили свой порядок. Ими практиковались массовые уничтожения мирного, в особенности еврейского населения. В нечеловеческих условиях содержались советские военнопленные. Земли Белоруссии и Украины должны были заселить трудолюбивые немецкие фермеры, а местное население должно было быть либо превращено в рабов, либо погибнуть от голода. С 42 по 44 только в Шумилинском районе карателями было сожжено 133 деревни. Зимой 1942 года в Оболе стихийно возникла детская подпольная организация «Юные мстители». 38 комсомольцев и пионеров решили не оставаться в стороне от происходящего, а помочь своей родине в борьбе против кровожадного врага. Зина Портнова тоже вступила в ряды юных мстителей. Сначала комсомольцы наладили связь с Сиротинским, также подпольным райкомом партии, а потом и с местным партизанским отрядом имени Ворошилова, где и приняли присягу на верность родине. Партизаны обучили подростков конспирации, научили стрелять и работать со взрывчаткой. Юные мстители стали глазами и ушами партизан. Для сбора разведывательной информации подпольщики устроились работать в немецкие учреждения, в комендатуру, на торфяной, кирпичной и льняной заводы, на станцию Оболь, а Зинаида Портнова пошла работать посудомойщицей в офицерскую столовую. Организация начала свою деятельность с мелких диверсий. Ребята резали провода, сжигали машины и расклеивали листовки, которые выдавались им в партизанском отряде. К тому же комсомольцы смогли собрать радиоприемник и тайком ловили волны советского радио. С замиранием сердца вслушивались они в сводке Совинформбюро, стараясь не пропустить ни одного слова, а потом переписывали все на бумагу. По ночам эти листовки также появлялись на домах Оболи и близ лежащих деревень. На местах боев они собирали оружие, которое переправляли в партизанский отряд. К лету 42-го юные мстители перешли к более существенным действиям. Комсомольцы и пионеры сожгли несколько деревянных мостов. На заложенных ими минах взрывались немецкие автомобили и бензовозы. Под брюхо легковой машины коменданта Оболи, офицера-карателя Карла Бормана, юные подпольщики прикрепили магнитную мину с замедленным действием. Во время взрыва Борман погиб. Также юные мстители портили рельсовое полотно и пустили под откос три состава с боеприпасами. В 1943 году ими была взорвана станционная водокачка. Поскольку это была единственная уцелевшая водокачка в округе, ее уничтожение создало серьезные помехи для железнодорожного движения. Это задержало на две недели жилоны, идущие под Курск. Также ими был обнаружен состав с танками, которые были замаскированы под сеном. Эта информация сразу же была передана в партизанский отряд, а далее попала в белорусский штаб партизанского движения. Вызванная по рации советская авиация смогла обнаружить состав с танками на станции Сиротина и полностью его уничтожить. Членами организации были взорванный кирпичный завод, железнодорожный склад и мотовоз на торфяном заводе. Был сожжен льнозавод с двумя тысячами тонн льна, приготовленными к отправке в Германию. Во время этого пожара сгорела также и электростанция, находившаяся рядом. Зина Портнова, как активистка подполья, принимала самое активное действие в диверсиях. Также она в партизанском отряде служила разведчицей и продолжала работать в офицерской столовой. Ей было поручено отравить пищу, которую должны были подавать немцам, но эта диверсия не удалась. Хоть в Википедии написано, что в ходе операции погибло более ста офицеров, но на самом деле, когда Зинаида пробралась на кухню и вылила яд в кастрюлю, то суп поменял цвет. Это заметил немецкий повар и началось разбирательство. Зину немцы накормили отравленным супом, а когда она его съела, тем самым сняв с себя подозрение, то ее выгнали на улицу. Версия о том, что офицеры вермахта в ходе диверсии все-таки были отравлены, появилась впервые в книге под названием «Зина Портнова» Смирнова Василия Ивановича. Почему-то Смирнова считают биографом Портновой, но на самом деле он писал художественные произведения, но даже в нем нет никаких ста отравленных немцев. Зина не помнила, как добралась до бабушкиного дома, ее мутило, а все вокруг было как в тумане. Бабушка стала отпаивать внучку травяными отварами и молочной сывороткой, и в результате девушка осталась жива. Однако после произошедшего оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и Портнова, взяв с собой сестру, которой на тот момент исполнилось 10 лет, бежала в Шишанские леса к партизанам. В это же самое время гестаповцы вышли на след подпольщиков. Один полицай раньше учился вместе с ними в одной школе. Он втерся в доверие к юным мстителям и сдал немцам сразу всех членов организации. 26 августа 1943 года начались аресты. Почти все юные мстители были схвачены. Спаслись лишь несколько человек, которые в тот момент были на заданиях. Во время допросов немцы не смогли выведать у арестованных никакой информации. Дети плевали в лицо следователям, а во время пыток пели интернационал. В итоге их почти всех замучили до смерти, а трупы привязали к лошадям и провезли по улицам деревень. В партизанском отряде стали волноваться из-за того, что связь с подпольем вдруг резко оборвалась. И тогда Зина Портнова вызвалась проникнуть в оболь и узнать у местных жителей о судьбе юных мстителей. Когда же она уже возвращалась обратно с разведки, ее остановил патруль. Портнова протянула немцу поддельное удостоверение работницы кирпичного завода, но немцы искали именно ее и знали описание Портновой. Зину проводили в обольскую комендатуру и стали допрашивать. Сначала она отрицала то, что ее зовут Зина Портнова, но ее опознал один из местных жителей. Тогда ее переправили на станцию Горяны, где располагалась гестапо, и начались допросы с пристрастием. Немцам нужна была информация о партизанском отряде и о местных жителях, которые помогали партизанам, но Зина Портнова так же, как и все, молчала. После того, как она воспользовалась халатностью допрашивавшего ее офицера и убежала через окно, за ней кинулась охрана гестапо. Портнова отстреливалась, но ее схватили около реки Западной Двины. У девушки кончились патроны, и она не смогла себя застрелить. Ее переправили в полдскую тюрьму, где пытали еще месяц, а 17 января 1944 года слепую, без ушей и абсолютно седую Зинаиду Мартыновну Портнову повесили. А было ей всего 17 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР Зинаиде Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в послевоенное время каждый пионер знал о юных мстителях и о Зине Портновой. Они стали примером подражания для многих поколений.